Всем привет, дорогие друзья! На моем канале уже собралась целая коллекция рецептов разных медовиков. И сегодня эта коллекция пополнится еще одним рецептом. Мы с вами приготовим шоколадный медовик с шоколадными медовыми коржами, нежнейшим шоколадным кремом и вишневой начинкой. Торт получается очень вкусным и нежным. Приготовление начнем с коржей. В сотейнике соединим яйца с сахаром и сразу хорошо разотрем венчиком. Теперь к яичной массе добавим мед и также хорошо перемешаем венчиком. И добавляем сливочное масло комнатной температуры, нарезанное кубиками. И отправляем всю эту массу нагреваться на среднем огне. Нагреваем до растворения сахара и сливочного масла. Масса должна стать достаточно горячей. Добавляем к ней соду. Нагрев выключаем и начинаем быстро активно мешать. Сода вступит в реакцию с медом. Масса начнет увеличиваться в объеме, светлеть и пенится. Снимаем массу с плиты и добавляем к ней какао. Хорошо перемешиваем. Масса должна стать однородной и очень ароматной. Переливаем массу в объемную чашу. И теперь, добавляя муку, будем замешивать тесто. Сначала просеиваем большую часть муки и перемешиваем лопаткой. А затем переходим на рабочую поверхность. Как всегда в ситуации с медовым тестом, не торопитесь добавлять сразу всю муку, указанную по рецепту. Последнюю часть муки добавляйте понемногу. Возможно, понадобится не вся мука. Тесто должно получиться однородным, мягким, эластичным. И если при этом еще остается лишняя мука, не добавляйте ее. Чтобы коржи получились нежными, тесто не должно получиться тугим. Важно не забивать его мукой. Вот таким должно получиться тесто. Оно податливое и нежное. Из теста сформируем колбаску. Завернем ее в пищевую пленку. И дадим немного остыть в холодильнике. А в это время приготовим вишневую начинку. Для начинки нам понадобится вишневое пюре. Вишневое пюре это ягоды вишни без косточек, пробитые блендером до однородного состояния пюре. Вишня может быть как свежей, так и замороженной. Вишневое пюре помещаем в сотейник. К нему добавляем сахар и кукурузный крахмал. Хорошо перемешиваем венчиком и отправляем на плиту. На плите при постоянном перемешивании венчиком массу нужно довести до кипения. После кипения она начнет густеть. Провариваем массу примерно 5 минут. Спустя это время масса вот так хорошо загустеет. Переливаем ее в чистую посуду. Накрываем пищевой пленкой в контакт с поверхностью. И оставляем до полного остывания. Можно убрать в холодильник. А в это время продолжим заниматься коржами. Я разделила тесто на 10 частей. И у меня получилось 10 коржей диаметром 18 см. Вы можете делать диаметр коржей больше или меньше. От этого будет зависеть их количество. И соответственно в дальнейшем высота торта. Тесто нужно раскатывать тонко. Оно очень удобное в работе. И с ним легко и приятно работать. Я раскатываю коржи сразу на поверхности для выпечки. Это тефлоновые листы и силиконизированный пергамент. И затем уже на этой поверхности переношу на противень. Поверхность теста накалываем вилкой. Вырезать коржи я буду сразу после выпечки. Чтобы они были идеально ровными. Температура выпечки 180 градусов. Время около 7 минут. Но ориентируйтесь по особенностям своей духовки. После выпечки коржи мягкие. И нужно успеть их обрезать по форме. А после остывания они затвердевают и становятся хрустящими. И вот такие у меня получились 10 коржей. Осталось приготовить крем. Будем готовить очень вкусный шоколадный сметанно-сливочный крем. Нам понадобится сметана жирностью 25-30%. Она должна быть очень хорошо охлажденной. К сметане нам нужно просеять сахарную пудру и какао. Какао я использую алкализованный. Миксером нужно хорошо перемешать сметану с пудрой и какао. До получения однородной шоколадной сметаны. Вот такая получится сметана. В ней нет никаких комочков. Теперь к сметане добавляем холодные жирные сливки. Жирность сливок от 33%. И начинаем взбивать массу в крем. Сливки также должны быть очень хорошо охлажденными. Сначала крем взбиваем на невысокой скорости. Постепенно увеличивая ее. Взбиваем крем до пышности и загустения. Обратите внимание, каким в результате должен получиться крем. Он нежный, воздушный и очень вкусный. Можно собирать торт. Вишневая начинка к этому времени охладилась. Она приобрела вот такую текстуру конфитюра. Я для удобства ее перекладываю в кондитерский мешок. И будем собирать торт. Перед сборкой торта я взвесила весь объем крема. Разделила его на количество коржей. И тем самым высчитала порцию крема для одного коржа. И каждый раз отмеряла нужное количество крема на весах. Это очень удобно. Начинку я добавляла примерно через каждые три коржа. И в торте получилось три слоя начинки. Когда большая часть торта уже собрана, я обернула торт ацетатной лентой и плотно зажала кольцом. Также можно торт с самого начала собирать в кольце. Пока крем не охлажден, он еще не очень стабильный. И это поможет от его вытекания. И также благодаря кольцу торт получится идеально ровным. Последний корж также покрываем кремом. Затем сверху накрываем пищевой пленкой. И убираем торт в холодильник на стабилизацию часов на 8. Идеально, если вы его оставите в холодильнике на ночь. За это время торт очень хорошо пропитается. После выравнивания торт можно сразу оформить в классическом стиле медовика. То есть покрыть его крошкой. Также его можно выровнять любым кремом для выравнивания тортов. Ссылки на самые разные рецепты кремов для выравнивания тортов я оставлю в описании под этим видео. Я торт сначала выровняла шоколадным кремом для выравнивания. А затем уже сверху его украсила в классическом стиле. Покрыла его крошкой. медовик получается невероятно нежным и очень-очень вкусным с нежным шоколадным вкусом и с приятной вишневой ноткой друзья очень рекомендую вам попробовать такой вариант медовика он действительно очень вкусный ну а у меня на этом все я как всегда хочу поблагодарить вас всех за внимание оставайтесь со мной на связи и до новых встреч